В рамках биеннале театрального искусства на сцене Московского театра имени Владимира Майковского состоялся показ спектакля «Янтарные боссы» Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-О-Ла, город Кызыл. Здравствуйте, Борис Наминович. У вас в театре новый художественный руководитель. Расскажите, что изменилось с его приходом? Я не работаю в этом театре, я приглашен, но знаю новую команду. Это лица директора Начина Шалыка и Сайдаша Монгуша. Надеюсь на продвижение театра вперед, поскольку один из них не только директор, но и замечательный сценограф. Это очень важно. А второй актер и режиссер, и на секундочку, он мастер-горловик. Тува славится этим. Поэтому, когда такие творческие люди у руля Тувинского театра стоят, я очень надеюсь на продвижение вперед. Мы знаем, что Саяну Андур вдохновили на написание произведения «Янтарные бусы», увиденные на выставке с киевского золота. А что, в свою очередь, вдохновило вас на постановку? Во-первых, театральность этих легенд. Это была моя инициатива. И мне это удалось, поскольку я предложил жанр музыкальный. Был приглашен молодой композитор, балетмейстер, режиссер по пластике и так далее. Работала довольно-таки, скажем, кроме меня, довольно-таки молодая команда. А Саяна Андуре – это ее дебют драматургии, хотя она и писатель, и журналист. Вот так вот. Так что эта легенда, она имеет театральный язык. Ну, сама автора об этом не подозревала. Борис Наминович, в чем, по-вашему, душа ТВ? Конечно, в людях. Когда смотришь и общаешься с тывинцами, ты понимаешь, это большая загадка и большая тайна. Вот как сами горы, реки, их пение, фольклор, кони скачут. Когда они могут вечерами бесконечно петь свои песни и парить, как орлы-борцы хреш. Мне кажется, одной жизни не хватит, чтобы понять душу тывинца, но, во всяком случае, вы будете все время наслаждаться им. Я, в общем, счастлив, что общаюсь с этим прекрасным народом. Отношение к театру в Туве просто крайне интересное. У них всегда полны залы. Нет такого спектакля, чтобы пустовало место. И я думаю, что здесь низкий поклон, конечно, и самим руководителям, и правительству, и Министерству культуры, которые делают все, чтобы актеры театра, сам театр не нуждался в чем-то. Большое спасибо за интервью, Борис Наминович. Здравствуйте, Михаил Александрович. Расскажите, пожалуйста, какое место театр занимает в сохранении национальной культуры? Добрый вечер, уважаемые зрители. Культура тувинцев, она сумела сохраниться с давних времен. И театр как синтез элементов тувинской культуры, как и актерская игра, и горловое пение, наша уникальная метода исполнения пения, национальные инструменты, национальные костюмы. Это все соединяется в театре. И у нас очень любят театр жители республики. Часто проходят спектакли. Вот сегодня такой знаменательный день, когда один из наших спектаклей добрался до Москвы. Мы очень горды, очень рады. И вот как вы можете здесь посмотреть, много земляков пришло посмотреть, даже находясь в Москве, на это событие. Это свидетельство о том, что у нас есть интерес к театральному искусству. И жители республики, даже находясь вдали от самого региона, стараются посещать такие мероприятия. Это очень здорово. А есть какие-то планы по дальнейшему культурному обмену? Может, новые гастроли? Я не могу сказать за театр, но мне, как зрителю, очень приятно, находясь в Москве, побывать на спектакле нашего театра. Ну, я только за, если будет возможность и в Питере показать. Это всегда интересно и приятно, если будет такая возможность у театра. Мы, как органы исполнительной власти, готовы это поддерживать. Получается, у меня все мои заслуженные артисты, Тубинская ССР. И мне сам президент, увы, вручал награду такую. Все мы очень дружили, ездили постоянно на гастроли туда в Саяны. Вы знаете, каждый год вывозила своих ребят вместе. Выпустились они еще в 1986 году. 40 лет назад я их сама набирала из всех деревень, из всех ваших поселков, какие были, вот, своих ребят. Тубинская группа Гнесинка знаменитая. И Зира Олл, народный артист, вы знаете, Тувы. Народная артистка Луиза Мартае Олл, Айдин Мартае Олл, Альберт Хамушко. Это все мои студенты, мои выпускники этого театра. Сейчас я буду на этом, конечно, а как же иначе. Приехала моя Луиза, народная артистка, между прочим, Тувинская ССР. Луиза Мартае Олл, это моя выпускница. Луиза Мартае Олл, это моя выпускница. Луиза Мартае Олл, это моя выпускница. Луиза Мартае Олл, это мой выпускница. Луиза Мартае Олл, это моя выпускница. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok